Всем привет! В этот раз я бы хотел коснуться, вероятно, одной из самых часто встречаемых категорий вопросов «Почему Linux? А зачем ставить Linux дома?» И сюда же можно отнести более конфронтационную форму «А для чего мне ставить Linux?» В целом вопросы довольно ожидаемые и, скорее всего, нормальные, ведь это показывает, что есть запрос на получение большего количества информации по данной тематике, конечно, разве что кроме последнего, в котором стремятся привлечь внимание к частной проблеме, а затем тут же попытаться полностью переложить ответственность за ее решение на кого-то стороннего. К сожалению, в наши дни такая модель поведения встречается все чаще. Со стороны это воспринимается как неуважение к окружающим и тем, кому адресован вопрос. Да, не заморачиваться, насколько это возможно, сформировать в лучшем случае неточный вопрос с запросом на максимально подробный, написанный понятным языком и так далее до бесконечности и неодносложный ответ. Это не затратно по времени для упрошающего, но при этом очевидно, что такой человек ни капли не ценит время других людей и принимает за должное, что с ним кто-то постоянно обязан безвозмездно возиться и решать все его проблемы по первому требованию. Я не знаю, что происходит, видимо, по мнению таких людей, остальным нечем заняться, поэтому они считают, что даже оказывают некую услугу. Ладно, не всегда стоит быть настолько резким, поэтому какой совет можно здесь дать? Если изначальной задумкой не был поиск конфликта, то вероятной целью все же является получение какого-то количества информации, достаточного для самостоятельного принятия решений. Поэтому стоит сформировать вопрос с учетом этих потребностей и убедиться, что он корректен. Я поискал и отсмотрел самые популярные ролики на эту тему. Они обычно так и называются, зачем нужен или почему стоит перейти на Ринукс, или какой-нибудь топ-причин. Да, в них указываются какие-то особенности, хотя мне показалось, что некоторые из них либо как-то странно, либо слишком уж поверхностно описаны. Часто упоминается, например, безопасность. Мне не совсем ясно, чем именно тут хотят удивить подготовленного обычного пользователя. Ведь все фанаты macOS и Windows уже давно в курсе, так как корпорации постоянно заявляют, что заботятся о безопасности. Но в роликах этот момент зачастую описывается как-то уж совсем непонятно. Да, вероятно, неплохо бы предпринимать какие-либо меры для обеспечения безопасности, но никто не акцентирует внимание на том, что понимание подобного может прийти только, если иметь знания основ и постепенно повышать их. Обычно звучит что-то вроде «Вирусы не смогут навредить самой системе». Ну хорошо, круто. Другими словами, в худшем случае человек всего лишь потеряет все свои фотографии, видео, документы и все прочие файлы, что он хранит в выделенной ему директории пользователя. Хотя ему вроде как обещали, что безопасность возникнет сама собой. Так что это как не обман? Советом будет все же постараться как-то более бережно относиться к вопросам, затрагивающих безопасность чужих данных. Или вот еще в особенности десктопного Линукса записывается то, что марсоходы, роутеры, ОС Андроид и так далее используют ядро Линукс. А это что тогда значит? Да, но вероятно, речь здесь все-таки идет чаще непосредственно о ядре Линукс, а не о дистрибутивах. Что ж, как информация для справки, это может быть интересно, но лично я считаю, что все же не стоит сильно отдаляться от темы дистрибутивов и десктопных систем. К тому же, если поискать интервью и высказывания самого Лайнуса Торвальдса, то можно увидеть, что он как автор ядра заинтересован в его популярности. Но, например, совершенно не против идеи, чтобы десктоп завоевали хромбуки с хромоэс на борту, которые на пару с Андроид не имеют сильного отношения к семейству Линукс-дистрибутивов. И ему даже нельзя возразить, ведь для него главное условие это, чтобы операционные системы использовали ядру Линукс. В общем, ладно, встретил я довольно много спорных вещей в роликах и комментариях. Но мало где в должной мере затрагивается непосредственно главная особенность. Хотя на самом деле где-то встречаются люди, которые следят за частотой терминологии. Вот они-то попросят, во-первых, конечно же, говорить «Гну Линукс-дистрибутивы», а во-вторых, напомнить, что это вообще-то некорректно употреблять словосочетание «альтернативное ОС» в случаях сравнения Windows и Гну Линукс-дистрибутивов непосредственно, так как термин «альтернативный» предполагает возможную замену одного объекта другим, чего нет конкретно в этом случае, поскольку Windows совершенно ничего не может заменять. В плане свободы, конечно же. И вы знаете, этому ничего возразить? Дистрибутивы Линукса на самом деле основаны благодаря и в основном вокруг одной идее – идее свободного программного обеспечения. И, вероятно, действительно, альтернативы Линуксу правильно можно назвать FreeBSD или OpenSolaris. Windows или macOS просто не могут быть конкурентами в этом плане, им попросту нечего предложить. Хоть и частично, но тут подходит другое часто встречаемое выражение, но на деле почему-то практически полностью игнорируемое. Линукс – это другая система. Но такие системы обычно комфортно приходят как раз те, кто уже давно знаком с такой вещью, как SPO, и находятся на таком этапе, когда большинство программ из повседневного пользования уже освоено. Вот следующим логичным действием как раз таки может являться миграция на свободный УС. Это и есть ответ на изначально интересовавший всех вопрос, в чем смысл переходить на свободный УС дома или где-либо еще, который по какой-то причине вырывается из общего контекста идеи SPO и упрощается до тех вариантов, что были озвучены в начале ролика. Поэтому очевидно, что изначально большинство интересовало на самом деле, а нужно ли мне SPO. И снова, который раз, приходится напоминать, вы можете сами решать что-то, если достаточно информированы по интересующему вас вопросу. В моих роликах я не стараюсь посягать на такую вещь, как полные и подробные единоличные объяснения. Они и так слишком затянуты. Цель только лишь указать на самые часто встречаемые мною возможные пробелы или огрехи. Но вероятно сейчас мне придется хотя бы в двух словах описать, что такое свободное программное обеспечение, чтобы было понятно, о чем здесь примерно идет речь. Может, все это действительно не имеет смысла. SPO прямо завязано на такую вещь, как исключительные правовые ограничения, по ошибке именуемые как авторское право, которые на самом деле чаще служат интересом не самих авторов, а скорее издателей. Конечно, не совсем очевидно, почему рассказы и стихи равнозначны программам, но тем не менее, ничто не мешает правообладателям накладывать самые невероятные односторонние ограничения на пользователей с помощью лицензионных договоров, с условиями, из которых пользователи вынуждены соглашаться уже после того, как оплатили покупку программы, так будто бы она была физическим товаром в классическом понимании. И вы знаете, настоящие владельцы, конечно же, не внушаются, что называется, по полной использовать такое положение вещей. Положение ограничений на пользование, распространение, модификации, использование самых разных несправедливых приемов. Ну и что? Раз у них есть вроде как законы основания, то может быть в этом и нет ничего плохого? Наверняка все как обычно привлечено и приходится проверять все самому. Ммм, смотрите сами. Уже которые миграции аккаунтов игроков в Майнкрафт? Целые активно развивающиеся направления по подстраиванию геймплея под механику аутбоксов за реальные деньги? Отключение онлайн-сервиса, без которых ваша любимая игра перестает работать даже в однопользовательском режиме? Шпионаж за пользователем, как обычно, ради его же блага. У всех этих вещей есть нечто общее. Все принятия решения о подобном происходили в одностороннем порядке, без спроса или даже вопреки интересам обычных пользователей. Но конечно же суть в том, что подобное может происходить не только с играми, но и с обычными программами. И тут просто пока не стоит забывать, что пусть и не совсем обычная, но операционная система это тоже программа. Какие же есть варианты противостояния подобной сложившейся ситуации с такими лицензиями? Да, собственно говоря, один вариант был предложен со стороны самих же разработчиков. Необходимо просто не соглашаться, не принимать их лицензию и не использовать такие программы. Вместо этого начать создавать другие программы и, принимая правила игры, также сопровождать их своей лицензией, но которую просто не будет иметь смысл игнорировать. Другими словами, СПО это более современный подход к разработке программного обеспечения, в котором добавляется условие. Программа должна служить интересом не только узкого круга лиц, издателей или авторов, а всех ее пользователей. Некоторые скажут, хорошо, то есть где-то там есть идея СПО. Я даже соглашусь, что возможно она имеет смысл. Так а где же момент, где это касается лично меня? Вот я, например, не чувствую, как мне кто-то каждый день делает плохо. Разве что ровно до тех пор, пока не попробую очередной Linux дистрибутив. Такие высказывания в стиле анархии кажутся вполне допустимыми в рамках мышления одного индивида, и подобное мышление не редкость. У нас есть пример того же так называемого пиратства. Но очевидно, что если с одного человека подняться на уровень мышления всего общества, то подобное будет носить уже заметный разрушительный характер. И тогда неизбежно встанет вопрос, а захотите ли вы быть частью только общества сами? Собственно, с такими вопросами каждому рано или поздно в какой-то степени приходится сталкиваться и решать, какой он хочет выбирать ответ. Хотите ли вы жить в обществе, где модификации к выборам могут быть запрещены правообладателями, ущерб пользователям? Или, например, где вы не сможете поиграть в любимую игру через сколько-то лет, потому что кто-то так решит. Или где всех вполне устраивает, что на релизе игры могут выходить в совершенно неграбленном состоянии. А может кому-то еще и нравится, что нет возможности лично оценить их техническое состояние до принятия лицензии или полной покупки. Я не знаю, в конце концов люди бывают разные. Вероятно, есть и те, кто просто в дичайшем восторге от того, как некоторые компании вынуждают пользователей покупать обновленные версии лицензии программ, в которых нет нового функционала. На самом деле примеров можно привести достаточно много, и так выходит, что если вы пользуетесь какими-либо программами, но не являетесь издателем, то у вас, ну как минимум, нет причин как-либо негативно относиться к СПО. Ключевой вопрос здесь действительно, каким бы вы хотели видеть общество? И если вы уверены, что идя вперед с проприетарным ПО, у нас и так все идеально, а что-то менять попросту не имеет смысла, то да, очевидно, до тех или иных пор вас лично это не касается или может быть даже противник СПО. Вот что должно обсуждаться в подобных роликах в первую очередь, а потом уже можно рассказывать про перегруженные рабочие окружения и браузеры. Но обычно в роликах информация о СПО заменяется двумя безусловными плюсами. Бесплатность. Конечно, это не наливает ценности, ведь подразумевается, что вы не нарушаете никаких лицензий и тем самым не злите разработчиков или не вызываете у них какой-либо обеспокоенности. Но лицензии СПО на самом деле никак не обязывают программам быть бесплатными. Здесь как раз-таки стоит лишний раз напомнить, что бесплатные программы есть и среди проприетарного ПО, но это никоим образом не роднит и не ставит их в один ряд с СПО. Открытый код. Само по себе открытость кода может ничего не значить, например, если он не распространяется как СПО. Вокруг этого плюса также часто бывает много недопонимания. Думаю, самое популярное заблуждение. Открытость исходного кода не дает мне никаких преимуществ, ведь я не могу лично проверить его, да и вообще не хочу тратить время на его сборку. Я не понимаю, почему они ведут такую риторику, будто в мире нет ни одного человека, который сможет заняться чем-то из причисленного вместо них. Я могу ошибаться, но в тех же роликах никто обычно и не подразумевает, что вам лично необходимо заниматься чем-то подобным. Ведь чаще всего это описывается как возможность. Возможность, что кто-то помимо изначальных разработчиков сможет реализовать что-то новое или исправить старое. Не знаю, откуда люди иногда берут информацию, но некоторые имеют явно неправильное представление о СПО. И в результате говорят довольно странные вещи. По типу, попробуй-ка я такую-то свободную программу, ее же делали всем миром. Вот и посмотрим, правда или нет, говорят, что СПО лучше. Как я уже сказал прежде, СПО это способ написания программ, а не пермаментный бустер качества кода или функционала, или что там еще себе напридумывают. Это все те же обычные программы с плюсами и минусами. Поэтому среди СПО-проектов все так же могут быть успешные, которые уже давно достигли планки достаточного качественного и количественного обеспечения функциональности. И не очень, которые не имеют сильного интереса к себе и не набрали обороты. Ведь всем программам все так же необходимо постепенно поэтапно проходить шаги разработки, и подобное никуда не денется. Нет такого, что любой проект вдруг автоматически становится завершенным, если на него тихо повесить рулочок СПО. Такие вещи не берутся просто из-за отдыха. Я не знаю, как так получается, что некоторые люди говорят подобное. Если кто-то из зрителей перешел на линукс, но даже не знаком с понятием СПО, напишите, пожалуйста, что вас подвигло и как вы сами оцениваете необходимость подобного шага. Вообще я не представляю, насколько целесообразно рассматривать переход на линукс прямо вообще в полном отрыве от контекста СПО. Вероятно, полученный опыт, скорее всего, будет описан как довольно печальный, и напоследок будет сказано что-то. Но линукс еще далеко, или в лучшем случае, а я вот использую линукс и виндовс, а потом что-нибудь про инструменты и их назначение. Собственно говоря, тут же под роликом на эти темы можно и увидеть довольно странные, назовем это претензии, от людей, которые не разбрались в основах. Одним из самых частых вопросов, ну-ка, а теперь покажи мне фотошоп на линуксе. Конечно, трудно представить, что творится в голове, которая дала команду изречь такой вопрос. Что ж, давайте я попробую объяснить, как вижу это со стороны. Что не так с такими вопросами, и почему они некорректны в принципе? Да все на самом деле просто. Продукты Adobe и CAD и тому подобное, это не часть СПО. То есть буквально идет озвучивание претензий к неограниченному количеству разработчиков СПО, и даже обычным пользователям, которые не имеют, то и попросту не могут иметь никакого отношения к проприторным прикладным программам в таких случаях. Смена ОС далеко не первый шаг на пути отказа от проприторных программ, и сначала люди начинают как раз-таки избегать такого ПО в силу своих возможностей, в то же время пока продолжая пользоваться проприторными ОС. Более того, переход на линукс не является обязательным срочным шагом, так что не совсем понятно, какой именно цели хотели добиться этими вопросами, адресованным людям, которые вроде как в принципе стараются как можно больше избегать проприторного ПО. В чем смысл? Или в чем-то представлении, если тот же фотошоп вдруг выпустит под линукс, но как проприторную программу, то все без исключения побегут покупать это каждый год. Но не знаю, в мире линукса уже есть проприторный драйвер NVIDIA, от которого так просто никуда не деться, и что-то народной любви к проприторному за эти годы сильно не было заметно. Наверняка можно услышать резонно, если такую-то программу не собираются выпускать как СПО, то все равно, или даже, то пусть не выпускают ее вовсе. Нет, это не трудно представить, что кто-то зависит каким-либо образом от конкретного функционала, которого пока нет в других программах, поэтому идет попытка привлечь внимание к якобы критической проблеме, хотя в действительности функционал подобных программ не является необходимым для любого пользователя. В лучшем случае это будет справедливо только в отношении какой-либо группы лиц пользователей. В общем, ощущение будто подобное говорится исключительно на эмоциях. Посоветовать я могу разве что следующее. Если у вас есть какая-либо проблема подобного плана, постарайтесь вести себя более конструктивно. Не хватает какого-либо конкретного функционала в свободной программе? Пишите туда, где она разрабатывается. Сбирайте вокруг этой идеи больше единомышленников, пока это не заинтересует разработчиков. Если хотите видеть непременно свою любимую проприетарную программу, опять же стоит обращаться к правообладателям этой интеллектуальной собственности и писать каждый день имейлы «Здравствуйте, я плачу вам деньги», когда вы уже наконец делаете версию под Linux. В общем, что называется, пинать тех, кто имеет к этому непосредственное отношение и может повлиять на состояние дел. А писать случайным людям в надежде, что это каким-то образом решит конкретно вашу проблему, извините, но это такое себе решение. Из полезных же вопросов мне запомнился вот этот. Вопрос довольно правильный, поскольку со стороны на первый взгляд не очевидно, где же тут проходит грань, и вероятно ответ на него позволит хоть как-то приснить ситуацию. А дело тут в том, что среди любителей СПО есть как минимум две категории. Первые, можно сказать, придерживаются принципа «Если свободной программы, которая давала бы доступ к определенному функционалу, еще не написана, значит в природе еще нет ни одной программы, способной сделать необходимой». Другими словами, это означает, что вы должны немедленно здесь и сейчас оборвать все связи с любыми проприторными программами, независимо от обстоятельств. Думаю, вы представили себе картину в голове, да? Ну, не знаю, мне, допустим, представляется, как владельцы продукции Apple внезапно вдруг должны начинать искать взглядом в ближайшее мусорное ведро, чтобы поместить туда всю неугодную технику или какая-то подобная сцена. Вторая же категория людей по какой-то причине склонна полагать, что вероятность наступления такого сценария довольно мала и настроена не столь радикально. Возможно, не стоит вот так вот без оглядки просить или принудительно лишать пользования хотя бы программами, аналогов которым еще нет в СПО. Ведь в конце концов можно объяснить людям, в чем могут быть негативные последствия, а если они понимают в чем дело, то позволить им самим оценивать риски своих действий по отношению к проприторному ПО. К тому же, возможно, не стоит считать, что всегда во всем происходящем виноваты только программисты, непосредственно писавшие код. Поэтому, чтобы не обесценивать многочасовые труды программистов, некоторые люди поддерживают инициативу Вайн, которая позволит хотя бы частично сохранить цифровое наследие и облегчить зависимость пользователей, которые даже после того, как поняли идею СПО, все равно видят, что большая часть интересной индустрии все еще идет по прежнему курсу. Но очевидно, что быстро переписать прямо все программы не получится. За последние лет 30 было потрачено довольно много человеко-часов, и к тому же этот процесс не прекращается. Помимо того, хоть первая категория людей заявит, что это не нужно в принципе, но с Вайном некоторые люди смогут быстрее понять, что между проприторным ПО тоже есть разница. Например, можно различать их по такому критерию, как наличие или отсутствие систем защиты или античетинговой системы, и быстрее прийти к пониманию, что это такое в принципе. А некоторые люди, вроде как пытаясь оценивать ситуацию страны, зачем-то делают акцент на том, что кто-то расстраивается, когда на Linux не работают DRM и прочие, по своей сути, неполезные для вычислительных ресурсов пользователи вещи. Хотя почему-то не берут его внимания, что подобное, по-хорошему, не должно существовать и на Windows, или вообще на какой-либо другой системе. А первое, что тут действительно явно необходимо сделать, при любом удобном случае постараться отказаться и прекратить использовать подобные решения, чтобы дать ясно понять разработчикам и издателям. Пользователям не нужно исполнение такого кода на их машинах, они хотят видеть игру. Другими словами, подобная вина самих разработчиков, но никак не разработчиков СПО, которых еще и пытаются оскорблять или выставлять в невыгодном свете. Ну, что тут сказать. Что ж, напоследок скажу, что некоторые ветки комментариев напомнили мне время, когда уже у всех давно были телевизоры, а компьютеры с быстрым интернетом только начали приобретать массовый характер. Иногда можно было стать свидетелем противостояния за разряда, что лучше, телевизор или компьютер. Одни говорили, что компьютер дает возможность вам смотреть именно те передачи и фильмы, которые вы давно хотели, или вообще все что угодно, что может быть показано по телевидению. Удобное вам время и с удобными вам рекламными прерывами нужной длительности. Другие говорили, что это все ерунда, ведь на поиск нужного вам материала вы будете затрачивать минулевое время, так что в итоге вы могли бы посмотреть больше видео в целом. Вообще-то удобнее и на самом деле всегда есть из чего выбрать, ведь каналов много, так что все эти перечисленные плюсы компьютера на самом деле сомнительно или неправда. Ну и находились люди, которые говорили, что спокойно находит время пользоваться и тем, и тем. Ладно, на этом пока все. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok